Я хотела просто добавить пару слов про кооперацию, почему кооперация и как это вообще пришло в голову. Действительно, на самом деле у нас был небольшой опыт коллективной работы, потому что кроме Ульяны, в нашей группе еще Дина Жук и Коля Списивцев, кроме Ульяны Батченковой, мы участвовали вместе в выставках и как-то учились вместе в художественной школе. На самом деле очень часто среди художников возникает какая-то коллективная работа, потому что приходится работать в каких-то условиях, особенно молодой художник и художница сама монтирует свои работы, сама еще владельцы их привозят, еще должна сама позвать своих друзей, потому что пиар отдел ей работы, еще сама делает свой дизайн, ну как бы все-все-все-все делать самостоятельно. И поскольку мы все имеем какие-то разные навыки, такие ремесленные, которые нам позволяют, в принципе, выживать, программирование, дизайн, написание текстов, перевод, мы все как бы вместе группой, у нас эти навыки есть. И у нас был какой-то короткий период коллаборации такой, и мы заметили, что это очень продуктивно, очень здорово, и было как-то обидно то, что это все, в принципе, ради того, чтобы сделать эту выставку, которая, в принципе, чья-то выставка, это даже не наша выставка, это мы показываем в каком-то центре современного искусства, и, в общем, мы для них так классно коллективом ударно работаем. И когда мы посвящали Настю, появилась возможность подумать о том, что Настя тоже работает с разными практиками коллективности, исследует художественное сообщество, и была идея то, что, собственно, вот, у нас уже есть наше производство коллективное, но решили назвать это, даже это производство у него не материальное, но оно может быть основано на как раз этом коллективном принципе. И такой принцип, он уже известен в истории, называется кооператив. И в Москве, и в других городах, в Петербурге, в других городах, в принципе, есть уже какие-то кооперативные производства, которые занимаются таким вот гуманным по отношению к членам этого коллектива, гуманной такой вот работой, и, допустим, часто с экологической какой-то направленностью, но они все равно включены в эту логику купли-продажи, то есть им все равно приходится вот как бы существовать как бизнес, а мы вообще, в принципе, никакие не бизнесмены, вот, поэтому мы выбрали вот не кооператив, а именно кооперация, чтобы это как-то подчеркнуть, вот, да-да-да. И летучие, про летучесть ты можешь рассказать, мне кажется, хорошо. Да, ну, в общем-то, летучесть, она связана тоже с нашей подвижностью и гибкостью. Во-первых, мы все из разных городов. Из стран даже. Из стран даже, да. Дина с Колей из Белоруссии, Ульяна, она крымчанка, да, она гражданка Украины, но живет на территории России. Я из Петербурга, Таня живет в Берлине. И при этом мы все очень часто встречаемся и пересекаемся. И вот, когда мы стали формулировать летучую кооперацию, мы поняли, что мы ничего не сможем сделать с нашей подвижностью. Мы действительно заинтересованы в том, чтобы быть свободными, потому что, в общем-то, ради этого мы стремились как бы к искусству, чтобы передвигаться тогда, когда нам захочется, чтобы не зависеть от каких-то обстоятельств и так далее. И мы решили, что вот эта вот свобода, это, безусловно, плюс. Это тот ресурс, который у нас уже есть, и он довольно мощный, и нужно его сохранить даже в условиях кооперации. И вот это уникальное состояние летучести, мы его стараемся поддерживать. И когда мы начали думать над нашим первым жестом, вообще это произошло естественно, безусловно, мы собрались и обсуждали, и были разговоры, но как-то вот они постепенно перетекали из встречи в встречу. И вот однажды мы решили, что нужно сделать какой-то уже жест, и подумали, что можно начать с того, чтобы повеселиться. Потому что мы как художники или люди, близкие к искусству, мы любим не только работать, но еще и веселиться, наслаждаться жизнью. Мы хотим, чтобы наш труд приносил нам наслаждение, радость. И мы подумали, что вот такой первый шаг, он может быть связан с едой. Я вам манифесты покажу. Да. Вот, собственно. И у нас появился даже такой манифест небольшой, связанный с тем, чем нам бы хотелось заниматься. Манифест мы писали очень долго, это был на самом деле очень длинный текст, наверное, можно было бы даже издать брошюру или буклет, но в конце концов мы сформулировали его в таком вот послании. Да. То есть мне кажется, что еще летучие кооперации, в этой формулировке для нас есть соединение того, что мы хотим подумать о том, как может быть, коллективность в прикарности. Потому что мы не можем преодолеть прикарность, это наш труд, мы не можем сейчас все пойти работать на завод, мы все равно сохраняем свою прикарность в любом случае. Так нужно подумать, как можно оставать прикарным, быть в коллективе. Да, и даже если мы сделаем свой завод, нам все равно придется на нем работать, и мы не сможем получать удовольствие от жизни. И вот мы как раз работаем над такими моделями, тестируем такие экономические модели, которые позволяют соблюдать эти условия. В общем-то, сбросить оковы, жевать жвачку, пить вино и веселиться. Ну да. Ну тут ещё, собственно, первый проект, бартерное кафе, возникло в связи с тем, что в Москве очень плохо едят. Собственно, наши участницы из разных стран и городов, они заметили, что очень тяжело с едой в Москве, потому что она очень дорогая, в общем, можно что-то готовить дома, но ни у кого нет времени, чтобы готовить дома. Всё заканчивается тем, что все как бы... Я помню прекрасные моменты, когда в кафе всё время заказывают картофельное пюре и бокал вина, ну или там тарелку гречки и бокал вина. Хочется есть, хочется пить, но как бы ты не можешь себе ничего позволить. И хотелось придумать какой-то способ, как можно накормить себя, накормить друзей. Вот. И вот, собственно, бартерное кафе. Да, и появилось бартерное кафе, летучее кафе, которое было основано на принципе обмена. Давай я покажу вот эту картинку. Да. Собственно. Тут немного мелкий шрифт, но вот этот список, это список ингредиентов, которые мы составили. Первую закупку мы совершили самостоятельно, мы потратили не очень много денег, ну столько же, сколько мы тратим обычно, чтобы приготовить себе ужин, не рассчитывая на большое количество людей. И дальше мы опубликовали эти ингредиенты, из которых мы приготовили блюда в интернете, объявили день и время работы летучего кафе. Кафе было открытое, могли прийти все желающие, но при этом кафе было в квартире. Да, потому что мы не хотели как-то связываться с проблемой работы с институциями, что любая институция, то есть ты уже каким-то образом, к сожалению, очень мало в Москве. Только сейчас появляется несколько мест, которые как-то основаны художниками, нет никакой ассоциации ни с каким уже брендом стоявшимся. Но мы все-таки тогда решили, что мы сделаем это просто в квартире. И, собственно, гости они приносили в качестве такой платы, своего взноса. Вот один из этих ингредиентов, который мы там примерно разработали, вот эту систему эквивалентности, примерно 100 рублей, да, но это почти как 100 сом. Вот, мы приготовили эти блюда, приходили люди. Да, так как ингредиенты были довольно простые, и блюда были на основе крупы или нута, то вы понимаете, что если принести пачку риса, то из этой пачки риса можно приготовить очень много, например, плова, да, а съесть, как бы, ну, соответственно, немножко. И вот на этом был построен наш принцип. Понятно, что были сюрпризы, кто-то приносил вкусности, некоторые гости приносили чуть больше еды, чем мы просили, кто-то не мог ничего принести, потому что не было поблизости магазина и мыл посуду. И вообще была очень классная атмосфера. Я заметила, что люди, которые приходили, они как-то неотчужденно реагировали на всё, что происходит, то есть если нужно выбросить мусор, они как бы спокойно помогали нам делать эту работу. Хотя мы вот между собой решили, что мы будем как такая команда, которая будет заниматься там готовкой, уборкой, встречей. То есть у нас будет настоящее кафе, мы будем как официанты ходить, но на самом деле сами гости, они разрушили вот эту вот условность, да, эту дистанцию. Да, мы хотели сделать, чтобы всё было настоящее, на самом деле всё получилось по-настоящему, но по-другому, потому что гости сразу хотели готовить вместе. Да, да, да. И получилось в конце вот то, что, собственно, видите, да, это уже когда всё перешло в свободную форму, вот, и все окончательно расслабились. И самое главное, да, что часто бывает, когда с бесплатными какими-то вещами, когда ты говоришь человеку принести там что-то очень мало, все как-то автоматически приносят больше. Тоже алкоголь приносили, то, что мы не просили, да, и как-то, в общем, получился пир. Почелся пир, и люди просто, они наелись от пуза. Нам все потом говорили, как это было прекрасно, что мы наконец-то вот как бы поели. Да, потому что в Москве бывают часто какие-то квартирники, особенно в какой-то богемной, назовем это, среде, да, среде художников, среде креативного класса. Но обычно это вечеринки музыкальные такие вот, ну, какие-то дискотеки, да, приносят алкоголь, там невозможно поесть. А наша задача была именно накормить и поговорить. В общем-то, интересные были разговоры. Все спрашивали, кто же член или точек операции, а мы как бы не выдавали себя, и получилось такое одно большое коллективное тело. А это все были ваши друзья или были незнакомые? Были незнакомые, но в основном это были все-таки друзья, друзья, друзей. Но первые две посетительницы, они пришли просто вот как в какую. Да, это друзья друзей, которых мы лично не знали, они пришли, и как бы, вот, мы их не знали. И были какие-то люди, которых мы все думали, что это чей-то друг, как на свадьбе. А оказалось, что это никто его не знает, а значит, непонятно, откуда он пришел. Да, но все общались, то есть не было людей, которые просто сидели в сторонке. Поели и ушли. Да, да, да. Получилось, очень получился интересный опыт. Мы поняли, что модель работает, и это как раз такая модель, которая позволяет раскрепоститься, начать вот живой диалог. Вот, у нас были тоже запланированы там какие-то коллекционные программы, вот. Но она, ну, она в какой-то степени состоялась, да, у нас был, у нас был мост со швемами в Питере, вот, которым было, конечно, очень смешно смотреть, что публика их слушает с тарелками. Наши друзья, да, которые пришли, они все очень удивлялись, что вдруг столько еды можно есть, сколько влезть, потому что, на самом деле, ну, получились такие внушительные струли, потом люди приносили, приносили, и приносили, то есть, мы продолжали готовить, да. Я приготовила 4 морковных пирога, могу сказать лично, что пирог это такая вещь, которая больше всего сразу съедает. Мы говорили, ну, вы на рис, на рис налегайте, а все все равно хотели пирог. Ну, и морковь там, там просто морковь, и это очень просто готовится, приносили много моркови, которая превращалась в много пирога. Да, ну, и что самое главное в вопросе, особенно кооперативности, это доход. А, да, да, это че важно. В общем-то, благодаря гостям и благодаря вот этой схеме у нас получился не просто какой-то интересный ивент, но у нас получился капитал в виде еды. Вот, то есть, та фотография, которая стоит на заставке нашего сегодняшнего события, это, собственно, наша выручка. И вот, она вот здесь у нас посчитана. Справа это гонорар, который выдали каждому члену кооперации. Да, получились примерно равнозначные по качеству такие вот пакеты с продуктами. Нет-нет-нет, это общая была сумма, а вот этот мешок, это то, что я вынесла домой. Да, ну вот лично я питалась по тому неделю, потому что, конкретно, на тот момент у меня не было денег, ну, каких-то свободных. Я только переехала в Москву и сталкивалась с труднением, у ребят тоже не было каких-то свободных финансов, и мы вот жили на вот эту выручку. Но это еще не все, это были только продукты, которые портящиеся. Да, потому что у нас остался еще вот такой вот, мы назвали этот сухой остаток, вот, и, не знаю, прибавочный продукт, собственно, который мы сложили вот в такой вот специальный ящик. И дальше была идея то, что вот мы эту модель протестировали, мы увидели, что она работает, и мы составили инструкцию для тех, кто захочет ее повторить. Да, она есть на нашей фейсбук-странице, если вам интересно, вот, то там мы как бы систематизировали, суммировали наш опыт, наши советы, как все это работает, какие вещи лучше предусмотреть. Вот, и этой инструкцией воспользовалась Бермет Ворубаева, экосоциалистка, художница, активистка из Бешхека, которая работает сейчас в Москве в таком пространстве, фабрика. Вот, и у них проходил фестиваль «Эко-чашка», фестиваль экологического кино, и она захотела повторить этот опыт. Вот, да, Бермет пригласил нас с летучим кафе, но мы решили, что нам интереснее тестировать следующие шаги, да, но мы готовы передать нашу практику. И продукты. Да, и продукты, которые у нас остались, и вот ночью мы привезли к станции метро, электрозаводской мешок с продуктами, с сухим остатком, и Бермет его взяла вместе с инструкцией, и они очень успешно повторили наш опыт, дополнив его, добавили в него экологический момент. Они назвали кафе «Неликвид» и предложили посетителям приносить продукт, который скоро испортится, потому что у всех в холодильнике есть какие-то продукты, которые скоро испортятся. Вот, и они решили, ну, у них там, насколько я знаю, там еще сотрудничала с Бермет девушка-повар профессиональный, вот, и это было очень здорово, потому что люди приносили совершенно разные продукты, и она, по-моему, ну, отчасти из тех продуктов, отчасти из того, что приносили, она могла как-то импровизировать и сочинять какие-то блюда. Экскрессивная кухня, да? Да, ну, не знаю, спонтанная кухня. Мы это могли сделать только отчасти, потому что там были какие-то спонтанные салаты из того, что приносили люди и другое, но нам, как непрофессионалам, было гораздо проще определить какое-то меню, вот, которое, да, мы могли готовить. Ну, и потом это было экономически, опять-таки, обусловлено. Мы изначально рассчитывали на остаток, то есть нам было интересно, останется он или нет, и вообще реально вот таким образом организовать все, чтобы можно было еще прожить потом какое-то время, не включая деньги, да, в этот процесс. Ну, да, потому что мы, естественно, мы работали, вот тоже, если возвращаться к художественному опыту, самое тяжелое, унизительное в том, что когда ты работаешь как художница, то, что ты делаешь, что очень тяжелую работу, а ты как бы за это ничего, в принципе, не получаешь, тебе говорят, да вообще будь просто благодарен, что тебя позвали сюда. Что вообще, какие-то деньги, что мы тебя привезли, например, это вообще уже, вот. И тут, ну, и очень важно, это психологическое решение, что мы что-то должны были все-таки получить за наш труд. Труд был немалый, вся эта там готовка, посуда и так далее, и мы, в принципе, чувствовали, что это компенсируется каким-то образом нашим вот этим вонораром. Да, и поэтому мы составили такое меню. На самом деле, если бы мы готовили какое-то совсем простое блюдо и одно, вот этот вот прибавочный прирост, он был бы еще больше, да, и, соответственно, можно было бы экспериментировать и как раз вот целое исследование провести и посвятить вот исследованию такой бартерной кухни какое-то время, чтобы понять, какие продукты приносят больше. Например, если готовить какие-нибудь драники из картошки, да, то очень простые ингредиенты, осталось бы очень много картошки, потому что картошка недорого стоит, людям пришлось бы еще меньше тратить денег на то, чтобы прийти... Насколько съешь гадрани? Много не съешь. Ну да, ну нам было интересно еще, у нас были еще какие-то эстетические, эстетские, гастрономические, гастрономические. У нас яркий гастрономический интерес. Да, у нас было очень вкусное меню. Важно тоже заметить то, что мы себя поймали, когда у нас остался, собственно, продукт, мы себя сразу поймали, что есть огромный соблазн впасть в капиталистическую логику. Потому что какая логика? Ты получил свою прибыль, и ты ее вкладываешь в расширение производства. В общем, мы долго с этим как-то жили, с тем, что нам нужно обязательно повторить и еще как-то расшириться. У тебя сразу появляется вот эта мысль. И поэтому было какое-то решение, что окей, мы больше это не делаем. Мы это расширяем по горизонтали. То есть по горизонтали, в смысле, что мы передаем другим. Мы не будем... Мы передаем практику, а не расширяем собственные навары. Вот. Вот такой, в общем, был опыт. Может быть, есть сразу какие-то вопросы? Да, у меня есть вопрос. А у вас там в меню мяса нет, да? Ну, мы просто решили, что это тоже с точки зрения какой-то этики. У нас была дискуссия, потому что среди нас есть и вегетарианцы, и невегетарианцы. Веганов нет, но среди наших друзей есть веганы. Но в итоге мы сделали такое меню, что, в общем, есть такое много вообще вегетарианских продуктов, некоторые веганские, и есть всё-таки с рыбой. Там был форшмак для тех, кто не ест... Ну и мясо, кстати, оно дорого ещё. Да, это дорогой продукт. И чтобы это было хорошее мясо, это же как-то, ну... Теоретически можно, наверное, сделать такое с пловом или с ошелуком, но в наших условиях, в московских, это тоже себя не особенно бы оправдывало. У нас было много белка, там были бобовые, нут, там разные. Да, ну и, в общем-то, Бермет включила в акцию на эко-чашке момент, когда еда, которая выходит из строя... Да, это, в принципе, в этом уже был элемент фудшеринга, потому что есть такая, не знаю, может быть, вы слышали, такая практика активистская. В России тоже появляется, не знаю, как здесь, но есть активисты, которые целенаправленно занимаются этим фудшерингом, то есть они озабочены тем, что огромное количество продуктов в ресторанах, в магазинах выкидывается просто потому, что они недостаточно уже, допустим, как-то красиво выглядят, хотя они еще годные. И, ну, в России это вообще, ладно, фудшеринг, но, как мы знаем, у нас были еще только что эти продуктовые контрсанкции, из-за которых еда просто уничтожалась. Да, в огромных количествах, абсолютно вкусная еда хорошего качества просто из-за политических конфликтов. была уничтожена. То есть фудшеринг для нас более чем актуален. Ну вот и мы использовали элементы фудшеринга в следующей акции, которая называется «Распределение». В одной из поездок обнаружили такой ресурс в городе. Это поезд «Невский экспресс», который своим пассажирам выдает такие продуктовые пайки. Собственно, когда мы ездили с ребятами на выставку в Питер, на этом поезде, нам выдали какую-то эту еду, и потом они заметили, что половину пассажиров не стали есть. Там были бутерброды. Свои пассажиров не стали это есть. Они собрали, привезли, и мы на этих бутербродах еще жили несколько дней. И тогда мы подумали, что надо как-то с этим поработать. И совершили, собственно, набег на этот поезд. Вот здесь вы видите на экране наш улов. Да, это был очень интересный опыт. Мы пошли к прибытию поезда, и вообще официально эту еду нельзя забирать. Не понятно, куда она должна одеваться. Да, но и не то чтобы это запрещено. То есть нет никаких правил, которые запрещают брать эти пакеты. И мы распределились, нас 5 человек, мы приехали на вокзал и решили зайти каждый свой вагон и вынести оттуда еду. Ну, вообще, я должна признаться, что это было довольно сложно. Срешновато. Да, нужно было разыграть такую актерскую какую-то сценку. У нас у всех были разные традиции. Ты где? Ты где? Я иду, я сейчас тебя встречу. Какой вагон там? Или я просто, я бежала, я помню, что я бежала, махала рукой. Я очень нервничала. Я подбежала к проводнице, еще там поезд только-только останавливался. Она говорит, ну подождите, подождите, сейчас все выйдут, вы зайдете. И в итоге, да, я вот так вот прервалась в вагон. Хватало все пакеты. В итоге оказалось, что некоторые из них были с мусором, но в некоторых была еда. Но после того, как я совершила этот набег на вагон, как-то на адреналине, видимо, и на таком волнении, я решила произвести эксперимент и зайти в другой вагон и попросить, попросить эту еду, и что будет, если спросить просто, можно ли взять. Я начала с вопросом, что вы делаете с едой, которая остается. Она так помялась и говорит, а что? Я говорю, а вы ее выбрасываете? Она говорит, нет, нет, мы еду не выбрасываем. Я говорю, а что, вы ее себе берете? Она так помялась. Она говорит, а что ты, голодная? Ну, я промолчала, потому что я на самом деле была не голодная, но и не сказала нет. Она говорит, ну ладно, пошли. Оказалась очень душевная женщина. Она меня завела в вагон, она мне рассказала целую систему, оказывается, они уже видят, какие пакеты остались с едой, какие с мусором, и она мне научила, как нужно щупать пакет, чтобы обнаружить содержимое, и дала какое-то количество, 2 или 3 пакета. Но нам еще было интересно, что потом, на самом деле, мы, вот здесь вот видите, что кроме продуктов, тут еще есть такие маски для сна, и Ульяна Выченкова, она очень интересуется каравтивизмом, то есть это таким феминистскими практиками рукоделия, вот, и она хотела, у нее была идея для феминистского фестиваля сделать каким-то образом ресайкл вот этих вот масок. Она сама очень, как-то очень стеснялась делать, она мне попросила второй раз прийти, и вот именно за этими масками, и второй раз вообще у нее было страшно, я спокойно пришла, я там везде искала, и мы забрали, брала кучу этих масок, она потом их действительно, которые заресайклила, и они имели большой успех, там, люди их покупали, вот, собственно, там, на благотворительные нужды, вот, но тут у нас была еда, собственно, стал вопрос, хорошо, у нас есть эта еда, мы ее собрали, куда? Куда мы ее денем? Вот. Ответ был, может быть, недостаточно очевидный, но по-своему логичный, потому что мы хотели дать ее тем, кто в ней может как-то нуждаться, путем каких-то разных размышлений пришли к выводу, что большое количество таких людей собирается в Ленинской библиотеке в Москве, потому что это такое место, где раньше еще был бесплатный, вот буквально недавно был бесплатный читательский, сейчас, кстати, они сделали 100 рублей, но, да, за фотографию, но раньше был бесплатный читательский, и там никто тебе ничего не продает, там не выгоняют бездомных, там не выгоняют тех, кто засыпает, как выгоняют из магазинов, например, вот, и приживают просто пенсионеры, которым скучно, которым как-то нужно развлечься, да, у бездомных там целые какие-то есть такие места, где они пусуются, потом, например, какие-то люди, ученые, которые всю жизнь занимались наукой, и понятно, что сейчас пенсионеры, которые очень бедные, и как бы они совершенно никому не нужны, и они продолжают совершенно спокойно приходить, заниматься своими научными какими-то вопросами, студенты, тоже все по них понятно, аспиранты и художники в том числе, да, художники тоже, то есть, ну, я там довольно много времени проводила, и я заметила тоже, что люди, да, там есть столовая, которая, на мой взгляд, не очень дорогая, но я видела, что есть куча людей, которые приходят туда все равно со своей едой, они приходят со своей едой, и, например, они приходят со своими чайными пакетиками, они там их заваривают, то есть, еда, она удивительным образом в этом монументальном, такая картинка, нужно представлять себе, что это очень такое монументальное, раннее сталинское пафосное здание, вот, и еда, она как-то в этом пространстве, она имплицитно присутствует, то есть, там, среди мрамора, где-нибудь в уголке, обязательно есть человек, который ест там из своей миски что-нибудь, вот, и это, в общем, казалось достаточно логично. Да, и мы думали, в какой форме оставить там еду, у нас была идея сделать какой-то самодельный аппарат, автомат, где можно было бы оставлять эту еду, мы думали, да, какую-то сделать публичную акцию, у нас было много идей, но в данном случае мы решили, что наше вмешательство должно быть ненавязчивым, то есть, мы, с одной стороны, не хотим скрывать проблематику, да, и беспокоить тех людей, которым действительно некуда податься, и для них Ленинг единственное место, куда можно прийти там посидеть, если мы будем делать какую-то акцию, мы можем как-то травмировать, да, этих людей, или поднять, ну, как бы... Обратить на это ненужное внимание. Да, да, и мы решили просто вот оставить сюрпризы, да, в незаметных местах, и мы провели там, наверное, пару часов, и нашли какие-то закутки, где, вот, на наш взгляд, если бы мы случайно присели, там, например, вы садитесь, а тут шоколадка. Ну, вот там вот шоколадка и бутербродик. Между подушек, или там открываете картотеку, а там булочка лежит. Безусловно, здесь мы как-то взаимодействуем с этой практикой фудшеринга, но тут, то есть, все-таки, важен художественный момент, потому что, безусловно, эта еда, она никого там не накормит. И эта еда не то, чтобы, вот, в отличие от нашего бартерного кафе, это еда не то, чтобы очень соблазнительная. Ну, да. Ну, то есть, тут, мне кажется, важно было тоже как-то выявить, обратить внимание на эту проблему для тех, кто, то есть, ты не голодаешь, да, но эти вот люди, которые там едят в уголке, они, то есть, насколько уже там сливаются, на них не обращаешь вообще никакого внимания, кажется, это абсолютно нормально, что есть какие-то старики, которых нет денег для того, чтобы купить себе еду в столовой, да, то есть, это какая-то дичь несусветная. И мне кажется, что, в общем, это было тоже направлено на то, что ты, допустим, не голодный, ты увидела такую булку в картотеке, она, как бы, тебя должна на какие-то мысли натолкнуть. Так что, вот, была такая акция. Надо сказать, пару слов про корочку теперь. Модели, которые мы тестируем и стратегии, они всегда разные. И не только с едой. Мы решили, чтобы надо распределять не только еду, а вообще ресурсы. Да, тем более, еда такой сложный момент. И, в общем-то, у нас было две акции, связанные с едой. А третья акция, о которой мы хотим сегодня рассказать, она была связана с такой проблемой, как бедность, но не бедность. Мы участвовали в выставке, которая называлась «Новая бедность», и мы стали размышлять, обсуждать, вообще как-то вот на эту тему говорить, и поняли, что конкретно представителем нашей кооперации никто из нас по-настоящему бедняками не является. Да, мы прикарный класс, да, мы не знаем, что у нас будет завтра. У нас иногда не бывает гонораров, но иногда у нас бывают неплохие гонорары. И просто это вот некая нестабильность, да, и многие из нас стремятся там побывать в Европе, ну, чтобы расширять свои знания. Ну, вообще в художественной среде, да, то есть у нас постоянно, не знаю, когда мы учились, я училась там в художественной школе в Москве в Родченко, и у нас постоянно там наши педагоги, очень, все тугие художники, как же, вы не ездите на бинале, там, какой-нибудь, а как же там, вы должны вообще-то там ездить везде, потому что, вы понимаете, там нужно как-то быть в курсе всего. Да, все говорят, вы должны любыми силами, любыми способами вырваться, прорваться, вы должны посмотреть, потому что вот там... Мы здесь провинция, да, да, и при этом, что делать там, непонятно, то есть, да, есть какие-то, можно вписаться у друзей, или там есть костерфинг, но вот, в общем-то, следующий слайд... Да, сейчас я покажу, вот у нас, мы взяли такую короткую рекламу нашего следующего проекта. Звук есть, да? Да, следующий слайд раскрывает повестку. Сейчас, загрузите. Повестку этой акции. Сколько в среднем в Берлине стоит билет? Здесь, ну, евро, там, 7 евро. 7 евро, то есть, я не знаю, сколько это в Сомах, но это много. Да, довольно дорогие билетики. И ни у кого из нас нет уже никаких там европейских, ни у кого в основном каких-то европейских, вот, и всегда ты чувствуешь, что это уже очень унизительно, потому что, окей, там, допустим, тебе меньше 25, но ты не европеец, то есть тебе не полагается никакая скидка, и твои студенческие все равно там никому не... И так, что, в принципе, в России, я не знаю, как здесь, но в сообществе, по крайней мере, в Москве, оно давно уже пользуется таким художественным, давно пользуется таким лайфхаком, что кто-то из людей, которые работали в каких-то художественных журналах, они слили оттуда форму такого вот удостоверения, пресс-удостоверения, вот. Просто как бы слили этот файл такой фотошопный. И, я не знаю, мы очень хотели сделать, пока не получилось сделать такую статистику, но я думаю, что минимум 500, там, 200 сотрудников сайта, там, Раундарт или каких-то других сайтов и других известных художественных журналов, они есть в Москве, да, которые все обладают этими разными удостоверениями, и вот там ты едешь, когда с какими-то художниками куда-то, все говорят, ой, так, а у тебя что, у тебя нет такой карты, ну ты что вообще, да, ну это существует, но это тоже работает, потому что это Россия, да, это какая-то вообще никому, ну, никому неизвестно провинция, что у тебя там будет на этой карточке вообще написано, в принципе, неважно, да, это какая-то далекая третья страна. Да, но на самом деле еще эти карты, которые вот выходили внутри художественного сообщества, они не были такими вот, такими уж доступными. То есть у меня был случай, когда мне по дружбе один знакомый сделал это удостоверение, и я похвасталась моей подруге художницы, а она говорит, давай мне тоже, и мы ему написали, и вот он второй раз уже не сделал, и она на меня жутко обиделась, ну, как бы, потому что действительно ситуация была, как бы, грустная, я не могла поделиться своей, потому что там фотографии, имя, и как бы, все написано, и вот получился, как бы, такой неудобный случай, который, в общем-то, тоже часто встречается. То есть есть обиженные, ну да, это такая элитарная, то есть получается, что у тебя есть доступ, какая-то дружба с этими людьми, вот это такое. Да, свойская штучка. И вот мы решили немножечко доделать это, трансформировать эту модель и сделать ее общедоступной. Вот, и вообще как-то, ну, ее выявить, подчеркнуть, обратить на нее внимание. Да. Для того, чтобы это была не просто какая-то непонятная фелькина грамота, мы сделали сайт, вот, собственно, его адрес здесь, он сейчас работает в таком тестовом режиме, но работает, и это сайт, такой агрегатор новостей, скриншот. Да, то есть это такое информационное издание, которое представляет новости, условно связанные с темами, на которые... С которыми мы работаем. Да, над которыми мы работаем, но на самом деле это абсолютно случайный контент, иногда случайное сочетание слов, весь контент создают роботы. Сайт спрограммировал Коля, специф. Да, да, вот, участник нашей кооперации. Там, в принципе, будет функция очень скоро, следите. Да, это тоже все должно работать, потому что, естественно, если кто-то, поскольку мы это используем для прохода каких-то заграничных учреждений, поскольку все это еще на кириллице, да, это все. То есть, если где-нибудь, например, в Германии захотят проверить, действительно ли вы писатель этой карточки... А вы писатель, конечно. Да, да. Писатель. То они зайдут на сайт, увидят, что да, окей, он есть, там вот есть громкое название и так далее, есть какие-то подпункты, но вот разобраться, что там на самом деле они не смогут. Но скоро будет, в общем, здесь функция, на этом сайте скачать себе самому эту форму, вот, и где уже стоит печать, нужно так поменять свою фотографию, имя, так что следите за нашей Facebook-страницей, мы там будем это как-то анонсировать. Да. Вот. Ну и на выставке «Новая бедность», да, это был первый раз, когда мы участвовали в каком-то институциональном пространстве. Ну, это такое, это центр красный, это, в принципе, артистранспейс, вот, и как-то мы решили, это Эльмира Балатян, наша подруга, там все наши друзья, и это все равно для нас были как-то дружественные. Да, и потом это действительно самоорганизованное место, и все, кто присутствовал на этой выставке, они так или иначе демонстрировали модели, которые были изобретены имя, там была парикмахерская, ребят стригли, была бедная художница, которая обменивала ее художественные материалы на другие художественные материалы, и, в общем-то, мы согласились, потому что мы всегда рады поделиться нашими находками, нашими лайфхаками, наработками, да, и усовершенствованиями, и мы там развернули вот такую небольшую печатную мастерскую, такое самодельное производство летучих корочек. Подходили люди, мы их фотографировали, всех желающих, дальше печатали на принтере эту корочку, разработали специальную технологию производства. Для этого мы использовали терморукав для выпечки, который стоит копейки, он продается во всех супермаркетах, и обычные целлофановые пакеты. Есть такая более плотная пленка, ее используют для парников. Можно использовать обычный пакет, в который вы кладете фрукты, овощи. И утюгом заламинировать. Да, главное положить в терморукав и утюгом заламинировать эту карточку. В общем-то, у меня есть одна могу показать. Мне кажется, всем интересно. Я действительно ее ношу с собой, она мне уже даже пригодналась пару раз в Москве. Несмотря на то, что... Да? Даже в Москве? Ну вот, я, собственно, вот это видео, которое вы видели в начале, это я снимала, я ее тестировала в Берлине, я ее тестировала в Париже, я как бы уже успела ее везде использовать, и она совершенно спокойно работает. Да, так что вы можете сделать в домашних условиях, используя утюг, пленку и нашу корочку, которую можно будет скоро скачать. Буквально вот в ближайшее время мы стремимся. Да, собственно, вот еще хотели вам показать одну нашу знакомую. Да, мы посчитали, за полтора выставочных дня мы сделали около 35 корочек. Вот, и это еще важно, потому что, естественно, нас все просили, говорят, а мне сделать, я не успел вчера зайти, все такое. В общем, для этого мы запустим этот сайт, и нам нравится идея, то, что наша кооперация, в принципе, как мы уже говорили, да, это такая коллективность в прикарности, и, в принципе, это, ну, безусловно, мы как бы, мы делаем наши наработки, у нас 5 человек, нам это просто, но ее, естественно, любой такой же прикарий, как и мы, он член этой кооперации, да, показывая фотографию Анжелины, я не могу не сказать, что это мне напомнило, она вдохновлялась картиной «Рабкор», в общем, это Перельман, и там «Рабкор», да, это человек, который просто рабочий, и вот он одновременно журналист, движение непрофессиональных журналистов. Естественно, что сегодня с социальными сетями мы все рабкоры и непрофессиональные журналисты, в общем, в этом я вообще не вижу никакого противоречия нашей СМИ, я считаю, совершенно СМИ, мы все работаем постоянно на производство контента. Мы сделали печать в Москве, и в Москве мы сейчас планируем запустить такой процесс, выезжать к станции метро с печатью, то есть те, кто смогут самостоятельно распечатать на принтере свою вот эту вот бумажку, корочку, и вклеить туда самостоятельно печать, фотографию, смогут приехать к метро, и мы, соответственно, поставим печать. Потому что есть такая, есть тоже такая практика, не знаю, как здесь, но есть практика вот фальшивых справок в бассейн, такая индустрия целая этих фальшивых справок, и там вот устроено так, что ты заказываешь свою справку через интернет, а потом приезжаешь к метро в определенное там определенное место, в определенный там час, либо к тебе приезжают, либо ты можешь туда приехать, чуть дороже, если к тебе выезжают, к твоей станции метро, и вот там женщина с синим пакетом тебе даст твою справку, куда там твое имя вписано, вот, и мы тоже хотим это использовать для верификации если кому захочется наша настоящая красивая печать на самом деле вот те документы которых мы говорили в начале которые натолкнули нас на летучую корочку они всегда без настоящей печати то есть она нарисована фотошопе и есть хороший способ можно гелевой ручкой чуть чуть ее подрисовать и немножечко так смазать она выглядела как настоящая я делаю обычно гелевой ручкой а потом так вот кулаком отлично так размазывается сверху ты ламинируешь получается уже снимают а хотела бы добавить что этот процесс летучих корочек он вроде как не очень и законный но и не очень противозаконный то есть максимум что может произойти вас просто не пустят музей в общем мы до реализовали этот проект на территории искусства и можно сказать что это художественный проект художественные акции на самом деле мне кажется это выглядит более настоящее здесь нет ну просто а это профессионально это не утюгом мы просто предложили ламинацию утюгом потому что не у всех есть деньги чтобы пойти заплатить 200 рублей за ламинацию а вот на целлофан и рукав точно хватит даже рукав там стоит где-то 50 рублей что еще можно сказать что особо новых каких-то стратегий мы не придумываем но мы адаптируем их под наши реальности под наши нужды то есть вот мы делаем то чего нам не хватает в москве для нашей жизни мы следим за когда за наше сообщество мы думаем что бы могло помочь нашим друзьям в том числе и это очень такая сайт специфисик практика которая которая не совсем универсальна да возможно в бишкеке есть какие-то другие моменты которые можно было бы трансформировать и как-то другие практика которые можно было применить ну да мы например думали там можем ли мы сделать здесь какую-то какую-то работу приехать сделать но на самом деле это это невозможно потому что совсем другой контекст и наши проблемы мы здесь вообще как-то никак не идут какие-то другие другие вопросы другие пространства другие ресурсы вот но если вдруг на сегодняшний рассказ вас как-то вдохновит какие-то идеи мы были бы рады как-то их обсудить может но как-то в том числе и в описании а уже не так же